девочки привык привык короче знаете что я решила вчера же закончилась масленица масленица ушла и короче пост начался пост я так про себе думаю может попробовать придержаться поста 40 дней так отказаться от всего животного мясо как вы делаете там 40 дней до русской пасхи попробовать правда это сную серёжу конечно хотела подсадить не знаю вроде как бы согласился но сначала вчера то что я готовила он это доест а потом попробовать мертвый говорить попробовать короче это постная кушать кашки малашки овощики фруктики не знаю хотя в принципе я и так не ем мясо рыбу до мясо отказаться мне вообще проблем никаких вот всего остального не знаю можно попробовать перестала скушать шоколад и чуя заметила у меня мед пошел в ход когда уже вообще не в терпишь если раньше чай с конфетка пила то сейчас просто мед у меня идет этот мед уже не знаю когда мы привозили засахарился но все равно мы едим поэтому мне так думаю мне надо поехать в магазин купить продукты овощи и фрукты и посмотреть насколько меня хватит никогда я пост не не держала никогда а это что-то посидела так пост начался думаю может быть если не духовно то физически очиститься хотя бы так сережа поехал к врачу за рецептом и так поэтому думаю овсянка стоит овсянку сварить чем не вера не ставится ничего на место кашка круп у меня много всяких крупов я каши я всегда сливочного масла это тоже для меня нормально я не люблю жирную кашу посмотрим тетки тоже предложила давай пост я и предложила но она меня послала забеговин бога поэтому не боя и был только вспомнила короче на улице у нас холодно дожди идут в комнате холодная постоянно мерзну постоянно морзну не знаю что делать сил нет сил нет весна не идет никто ничего на место никогда не ставит никто ничего на место никогда не ставит для себя и потом ем просто беру хорошую просто насыпаю овсянку в сыр и я лаврушку в кашу кидаю в крупу чтобы жучок не занялся и заливаю кипятком заливаю кипятком все вот так я варю овсянку себе закрываю закрываю все оставила вся моя вся бывает утром что перед работой пойду запарила с работы пришла поела и все нормальненько и все чики-пуки потом туда фрукты и ягоды нарубила какие-нибудь и опять все зашипись и опять все зашипись солнце слипет короче неделя началась все трудовые годни начались непонятно что с отпусками ничего не понятно все сережа пускай эту курицу доедает больше я не буду тогда мясо варить раз согласился со мной вместе у нас артём из всех зато успевает короче вообще ничего не хочу делать вот такая апатия вот погода дебильная блин на улице вообще ничего не прям как писала одна галя прям аж злобная злобная становлюсь трындец сережа ты будешь кушать потом суп с котом девочки заехали в лидо продукты купить по 5 дали смотрите все все дождик залил сейчас заедем еще воду поменяем ой кошмар это погодка сережа выбирает пить 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 а минералка у нас есть? да есть? а надо брать тогда какую высину берем? да любую да любую это синяя сильно газировая зеленую бери да что? гиботы есть? носок какой-нибудь яблочный что? нет ангибота? нет она так уходит ну бери не знаю какую улетает вообще эти лимонады улетают мгновенно вот этот они еще пьют оранжевый подожди я подожди последний раз вот этот они и вот что это было? я так не поняла в кадр попался вот этот и кадр Сережа идем посмотрим сучок так хотела посмотреть томатный сок почем вот томатный сок интересно вкусный невкусный 6 пинцетов 7 8 это апфоль завтра что это яблочные опять девочки старый ласяна такие напитки иногда хочется попить капучинки так что у нас уже чай тут да что с шуфлядкой блин какая-то шуфлядка деградирует ничего не улазит капучино 3 в 1 2 в 1 и шоколадный грибочки грибочки взяла финики взяла финики взяла это надо абрикосы вставать посылку авокадинки взяла дорого так что-то все стало это кошмар бардак бардак ой дороговато тут еще надо разгрузить салат салат это конфеты тоже посылку где-то так фильтры купили кофе хлеб взяла ночнушку в смысле пижаму пижаму взяла такое надо в стирку кинуть дома шлем брать штанцы штанцы и футболка это Николь надо отрезать и в стирку кинуть нет где ножницы это тут ножницы были куда я ножницы делала ножницы это не это так посуду нам в мойку николю брать вот такую футболку взяла там самый маленький размер 48-50 ну это так дома лазить типа плачешка туника а чё ты всё разгребла склади хорошо как было а чё ты разгребла всё я не знаю где это самое таблетки пенсии вот это что ммм нравится там да ну-ка подержи это я посмотрю ну да здоровая как-то никого нужно в стирку в стирку всё да да подожди да подожди велосипед это дно вывалится нет дно надо дно дно вывалится швырнуто швырнутое это ну вот так посредине дно склей тоже раньше можно полностью скотчем обматывать сейчас нельзя чуть-чуть только бендиролька раньше были картонные картонные такие с ДСП ящички с печатем на гвоздиках тык-тык заколотили и всё сургуч назывался печать или как коричневая шоколадного цвета сургучом запаяли я помню у нас почта была такая большая у нас почта была огромная раньше в Чикалово а потом нифига сейчас какую-то построили маленькую раньше огромную там бандероли посылки отправляюсь там такие весы стояли и тётки этот сургуч расплавляли потом капнут ложкам и печать такая беннис хватит Серёжа а то не пустят не пустят я говорю вот тут тут больше я уже больше чем 50 процентов заклеена скотча не так я поэтому еще раз цветочки завидают все 8 марта уходят да все заполняю бумажку и вперед на мингали отправляем надо было писать а что больше нету что ли чистых бланков нету ну и все пишите девочки замерзаю блин под елком лежу замерзаю макарёк вообще батареи врублены все я мерзну что-то не то что-то не хватает наверное а витаминоз замерзаем все не идет лето валяюсь скоро на работу валяюсь Сережа поехал посылку отдавать а я валяюсь пока никто не видит а что делать уже все сделано так на этой неделе с 3 часа пойду все уже краску купила еду подстригусь уже невыносимо с этим бубенчиком ходить бубенчики колокольчики и все отстригу один килограмм минус будет наверно посмотрим девочки килограмм за две недели теряю это же мало я так думаю или нормально кто знает показывает теток ушивает себе желудки вообще одна себе ушила похудела там не знаю минус 70 или что а потом стала поправляться и растянула желудок стала поправляться и опять пошла под нож представляете я бы такое не хотела нафиг на эти операции вообще ай космар ничего не хватает понедельник я ненавижу понедельник ничего мне в понедельник не хочется делать ленивая ленивая что я сделаю что если меня линия доливает ах ах я знаете что вчера смотрела телевизор показывали проводы зимы там масленица в россии народные гуляния идут вовсю народу тьма тьмущая без масок без ничего нормально живут балдеют у нас что происходит я не могу понять у них все коронавирус завершился что ли а у нас что тогда у нас почему такие ограничения бешеные вообще жесть у нас то что не могу понять или уже там всю Россию привили что им нечего бояться а у нас вон захочешь поставить а нету еще старикам всем не поставили интересно девки пляшут как вот отпуск Греция слышала сказала берет только с прививками без разницы какая лишь бы прививка была чтобы в Грецию ехать малерка сказали тоже пускают уже не знаю где-то больше слышишь где-то меньше девочки что происходит вообще оно когда-нибудь закончится нет вот это вот гадство закончится когда-нибудь или нет я в шоке сидишь ничего не можешь никакой отпуск искать ничего потому что каждый день что-то новое происходит а там смотрю по телеку люди гуляют чучело жгут у нас чучело тоже столько много тоже можно чучело жечь они пускают они пускают ограничения каждый день что-то новенькое что-то новенькое вообще не знаю чё чё делается то а вообще всех раком поставили танцевать заставили будет какой-то просвет нет ни у природы нету просвета никакого ещё обещают в апреле может снег упадёт ни в болячках ни в чём ой кошмар всё мрачно засрали землю теперь ни погоды ничего нет нормального всё позасирали девочки это ужас кошмар полный абзац девочки смотрите раньше отсылали посылку в россию записывали всё на немецком а теперь сказали новый язык он вышел на всё на английском записывать короче каждый день что-то новое каждый божий день что-то новое Серёжа уже плачет уже шестую бумажку заполняет скоро на арабском ум записывать не важно будешь записывать давай переписывай всё вот это на английском перечень написала теперь вот это вот всё переписывай так это вот этот она остаётся немецкая ну естественно как ты адрес мой немецкий адрес на английском напишешь конечно и это тоже на русском там же нет у них английского адреса только перечень с что там лежит в посылке и это на писай писай я тебе покажу писай писай без ошибок придётся ещё раз переписывать нет а что ты взял не взял на почту я не взял я что-то это сожлось разозревся разозревся ты вот всё понял а то может ещё что-нибудь на нет она мне вот ты что говорит вот ты это здесь вот на английском учи английский Серёжа еще немецкий не выучил уже английский надо сразу арабский учить научи сразу арабский тогда и всё давай писай нет давай серёж пиши давай давай сам что-нибудь делай это писать не лопатой ворочай давай писай берём ручку в руки вперёд цветочки вот эти долго стоят хоть и нежные так долго стоят ну эти тоже естественно ужас девочки что творят канадцы что ты моё имя пиши пиши своё имя ну она уже писала и так и всё ну ладно чё писай всё девочки первый день рабочий закончен отдыхаем и первый день поста тоже закончен серёжа наверное не сможет поститься потому что ну ладно молоко он пьёт это порошковое а йогурт вот это вот всё он не сможет от этого отказаться наверное поэтому у него наполовину получится но мясо я тебе не варю нет серёжа нет сэкономим будем экономить продукты сэкономим мясо зато он орешки бёдрами ест боже серёжа их на на завтрак щепотку этих орешков а ты по полпачки поэтому ты вещи и не влазишь ой семейство толстяков девочки вообще я в шоке одни телепузики в семье Артёма приехал с учёбы тоже на удивление думали будет голодать какой там три раза в день кормили потом бегал ещё дёнары себе покупал размером со сковороду приехал пальто вот что-то смотрю на нём не сходится видишь как мы любим покушать не у нас просто обмен веществ нарушен серёжа нормальный обмен веществ нарушен мы посмотрим на булку толстеем метаболизм не включается не включается мы не знаем мы не знаем где выключателю метаболизма если да включатель метаболизм ну я говорю включатель мы не можем его обнаружить вот когда мы его обнаружим тогда у нас всё будет норм так сегодня что-то слышала Николь тоже садится на диету после утром съеденной чашки помыса тоже будет садиться сначала в лупенево такую ничё чашечку помыса а теперь она будет на диету садится ну посмотрим посмотрим ну а чё вещи жалко столько вещей серёжа у тебя тоже а ты не втисниваешься туда много купим не купим магазины закрыты ну попозже не будем покупать позже позже до нашего чё есть всё экономия должна быть экономной ну ладно девочки хорошего вам вечера день особо был непривлекательный утром встали пошли поработали пришли поели поработали опять поели потом опять пошли поработали всё циклично без изменений но с другой стороны думаешь лучше пусть будет вот так всё стабильно чем какие-то большие перепады ладно если в хорошую сторону а если в плохую не особо хочется морда красная такая просто жуть иду по деревне шо характерно морда красная у нас у всех красная и у батя моего красная ай ладно девчули пока